МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оставляет после себя мусор и окурки. Компетентное мнение. Главный врач отвечает на вопросы о коронавирусе. Когда человек переболел инфекционным заболеванием, иммунитет возникает в любых случаях, в том числе и при ковиде. Вопрос стойкий он. Изюминка Десногорска – пляж в черте города. Предстоящий летний сезон станет первым для обновленного Десная, реконструкция которого была закончена в конце прошлого года. Каким пляж увидят отдыхающие – далее в сюжете. Новый дизайн-проект, месяцы работы, тонны песка. И в итоге городской пляж не узнать. Десная практически полностью готов к работе. На данной территории пока что не хватает волейбольных сеток и ограждений из специализированной сетки. Данные вещи будут установлены к началу и к открытию купального сезона. Также появится и сопутствующий пляжный инвентарь, шезлонги и солнцезащитные зонты. Уже установлены биотуалеты с подведенной водой и отопительной батареей. Но кое-что на обновленном пляже останется по-прежнему. Данная площадка является, так сказать, историческим местом расположения питьевого фонтана, где посетители пляжа могут им воспользоваться. И к купальному сезону 2020 года будет установлен новый, соответствующий всем стандартам, питьевой фонтан. Каким горожане увидят Десная 1 июня, а именно тогда планируется официальное открытие места отдыха, зависит и от них самих. Купальный сезон еще не открыт, но пляж уже привлекает внимание множество людей. Некоторые из которых оставляют после себя мусор и окурки. За теми, кто не в силах донести отходы до урны, придется убирать другим. По уборке территории это будет ежедневно проводиться. И так, если вообще планируем, даже два раза в день. Утром, конечно, перед открытием, как говорится, пляжа и после закрытия в вечернее время. А вот забыгул домашних животных на пляже или вандализм, который, к сожалению, уже заметен на совсем новом пляжном инвентаре, будут наказывать рублем. Напоминаю жителям, что на территории городского пляжа установлены камеры видеонаблюдения, и все акты вандализма будут расследованы и виновные будут привлечены к административной ответственности. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Рубрику в формате «Вопрос-ответ» запустила группа «100% Десногорск» в социальной сети ВКонтакте. Ее цель – ответить на вопросы десногорцев о коронавирусе простым и понятным языком. Экспертом выступил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Поступило несколько вопросов, на которые я сейчас постараюсь коротко ответить. Вопрос – когда уже можно будет пройти комиссию на права? С 12 мая постановлением главного санитарного врача по городу Десногорску возобновлены медицинские осмотры. Сейчас готовится внутренний приказ, в ближайшие дни комиссия начнет работать. Если человек переболел ковид, есть ли иммунитет? Когда человек переболел инфекционным заболеванием, иммунитет возникает в любых случаях, в том числе и при ковиде. Вопрос – стойкий он, насколько будет продолжаться? Пока неизвестно, ученые занимаются. Вопрос – можно ли заболеть повторно? Заболеть повторно можно, если вирус мутирует и человек заразится уже мутировавшим вирусом. Вопрос – имеются ли по Смоленской области тесты на ковид? Не совсем вопрос понятный, но я думаю, что тесты, на которые сейчас исследуются, естественно, есть в Смоленской области. Вопрос, наверное, несколько в другом. Есть ли тесты на антитела? То есть, на исследование переболел человек или нет? То, что сейчас начали активно проводить в Москве. Таких пока исследований в Смоленской области не проводится. Вопрос задается, почему так долго делаются исследования? Действительно, мы имели очень большую задержку до 10-12 дней для получения результатов исследований из Смоленска. В связи с тем, что на территории Смоленской области, вы знаете, в двух городах произошли массовые вспышки инфекции по ковид-19 в психоневрологических интернатах. И лаборатории, а их всего две в Смоленске, были перегружены, и результаты приходили с большим опозданием. Вопрос, может ли онкологический больной пройти бесплатно тест на ковид? Аналогичные вопросы задают больные с сахарным диабетом. По информации из медико-санитарной части, людям, которые хотят сдать анализ и состоят на учете по хроническому заболеванию, следует обращаться к заведующей поликлинике медико-санитарной части, и в рабочем порядке эти вопросы будут решаться. В заключении, хочу сказать, что 13 мая вышло постановление главного санитарного врача по городу Десногорск о продлении соблюдения режима самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет. Это касается лиц, которые имеют хронические заболевания. Еще раз обращаюсь к людям, страдающим другими заболеваниями, находиться дома, соблюдать все мероприятия, которые нами уже неоднократно озвучивались. То есть не контактировать, стараться быть дома и беречь свое здоровье. Благодарю за внимание. На сегодня это все новости. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова